МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 ноября Пролетарский районный суд города Твери. Федеральный судья Марина Сайкова рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения 42-летней Марине Жировой, подозреваемой в истязании тяжелобольного человека. На наш вопрос, считает ли себя виновной, подозреваемая еле слышно ответила «да». Статья, которая меняется подозреваемой Жировой, пункт Г, Д, части 2 статьи 117 УК РФ. То есть истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии. Вы просили о применении к ней меры пресечения в виде заключения бастраза. Почему? Поскольку Жирова, подозреваемая, может скрыться от следствия суда, не проживает на территории Твери и Тверской области, также может оказать давление на законного представителя потерпевшего, ей достоверно известен адрес, где она проживает, где непосредственно проживает сам потерпевший Козлов. Своё заявленное ходатайство поддерживаю и настаиваю на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой Жировой. Прокуратура поддержала ходатайство следствия. Заявленное следователем ходатайство поддерживаю в полном объёме, полагаем, что иметь все основания для избрания в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Жирову задержали в Подмосковье прошлой ночью. С женщиной связаться было трудно. По словам следователя, она заблокировала свой телефон, ни с кем не выходила на связь. Была крайне осторожна, но продолжала работать. На сей раз её подопечными были маленькие дети. А с октября 2022 по 17 февраля 2023 она работала сиделкой в Тверской семье. Ухаживала за тяжелобольным человеком, который перенёс семь инсультов. То, что Жирова издевалась над заведомо известным ей недееспособным человеком, потому что когда она пришла ко мне работать, я её познакомила со всеми медицинскими документами. То, что он недееспособен, он не говорит, не сидит, он не может за себя постоять. Но, знаете, после её работы, после нескольких месяцев, я стала замечать, что у него на ногах синяки, на руках синяки. Объяснялось тем, что он принимает кровеврожжающие препараты. А потом, вот в один прекрасный момент, она ему растекла лицо, разбила лицо. Был порез, синяк. И у нас была установлена камера видеонаблюдения. Она была на видном месте. Она знала об этом, что камера записывает. Но, наверное, она не учла, что камера имеет память в месяц. И когда мы посмотрели это видео, знаете, дочка была беременная у меня на пятом месяце. Мы были настолько все потрясены. Мы были просто невозможно такое было поверить, когда она со мной была просто вот сама доброта и сама вежливость. И она могла вытворять такие бесчинства. Просто истязала больного человека. Антонина Козлова и ее адвокат поддержали ходатайство следствия об аресте Жировой. Есть все основания предполагать, что подозреваемая может скрыться и оказать давление на мою доверительницу. То есть фактически это было совершено преступление не вчера, скажем так. Она не осознала, по-вашему, то, что совершила? Она не пришла в правоохранительные органы с повинной? Нет. Первое, что она сделала, она скрылась. И в течение восьми месяцев она скрывалась. И с явкой с повинной в правоохранительные органы не обратилась. Поэтому нам пришлось восемь месяцев добиваться возбуждения уголовного дела. Сама подозреваемая в суде заявила, что скрываться не собирается и мстить никому тоже. Ссылаясь на ряд болезней, просила назначить ей меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. А вот решение суда. Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить избрать в отношении подозреваемой Жировой Марины Александровны 25 мая 1981 года рождения уроженки города Артёмовска Донецкой области гражданки Российской Федерации меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение суда Марина Жирова выслушала спокойно. Но еще раз ответить на наш вопрос, считает ли себя виновной, не захотела. Разговор продолжила ее адвокат. Вы раскаиваетесь, скажите хотя бы. Вы раскаиваетесь, что что сделает? Она сожалеет. Сожалеет? Сожалеет, да. Вчера мне говорила, что она об этом сожалеет. А виновной себя считает? О таких резких движениях в отношении Козлова. Это чем было мотивировано? А вот чем было мотивировано раньше времени, не надо. Это уже будет распространение... Это уже медицина будет проверять, да? Нет, это будет распространение данных следствия. Пока Жирова находится в статусе подозреваемой решением суда, она будет находиться под стражей до 19 января 2024 года.